Первое. Есть такой мудрец, его зовут Ченаке Пандит, очень известный моралист, хороший человек, он жил в древности. И он говорит, как называется, культурный человек – это тот, чья внутренняя и публичная жизнь одинаковы. Культурный человек – это тот, чья внутренняя и внешняя жизнь одинаковы. Сейчас такая проблема возникает, что люди живут одной жизнью, а когда они выходят на сцену, когда они выходят к людям, они играют какую-то другую роль. То есть их жизнь пронизана ложью. И, конечно, кто-то на этом зарабатывает, сейчас столько скандалов, да, там эти папарацци фотографируют что-то, разоблачение. Потому что вот эта дисгармония между тем, что человек показывает фасад свой и тем, как он живет дома. И все время он путает, где он дома или там. И он, знаете, забыл снять парик. И вышел так. Ну, все понимают, обманщик. И с чего можно начать, это постараться как-то пересмотреть, а вот, ну вот, кто же я? И постараться, чтобы от этих две вещи, как я кажусь людям, и то, как я живу на самом деле, оно как-то стало, ну, либо туда вот, лучше туда вот, каким я хочу, каким хотел бы я стать. То вот это вот первый рецепт, который дают нам привести в гармонию свою внутреннюю, внутренняя жизнь и тем, кем я перед людьми предстаю, чтобы была гармония. Иначе сама жизнь просто ложь. Вторая вещь, которая очень сильно поможет быть честным, это выбирать круг общения. Помните, я вчера вам рассказывал сон, когда люди во сне меня заставляли лгать своими ожиданиями. Говорят, ну, ты же все знаешь. Я говорю, ну, да, конечно же. И нам приходится играть. Иногда такие есть общества, в которые мы попадаем, в которые вынуждают нас играть какие-то неестественные для нас роли. И чем более возвышено сознание людей, с кем мы общаемся, тем легче там быть самим собой. Потому что люди с высоким сознанием, чистые люди, они смотрят на нас, ну, внутрь смотрят. Внутрь смотрят. Они ведь нас, любят нас вот там внутри, что мы хорошие, что мы личности. Третий важный пункт – нужно не давать обещания, которые вы не можете исполнить. Почему люди обещают то, что они не могут исполнить? Люди, почему мы обещаем то, что мы не можем исполнить? Потому что мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Опять это корысть, да? Да, еще почему? Нам кажется, что мы можем. Мы переоценим им свое место в пространстве. И нам кажется, что мы можем. Чтобы отстали они от меня. Ну, то есть, видите, это все какие-то корыстные мотивы, да? Корыстные мотивы. А потом приходится расплачиваться. Кажется, что сейчас я сделаю лучше. Правильно? Я сейчас сделаю лучше. Вот, пообещал. Люди говорят, молодец. Но через какое-то время, когда вы не можете исполнить это обещание, выясняется, что вы сделали еще хуже. Как вам нравятся люди, которые не держат свое слово? Не любите, да? И нас тоже не любят. Нас тоже не любят. Поэтому перед тем, как давать обещание, а если дали обещание, то нужно сделать. Нужно сделать. Сатьям. Это практика сатьям. Еще один момент. Четвертый. Если вы обнаружили, что вы кого-то обманули, вот так уж получилось, ну, 300, сколько, 100 раз на дню уже такое бывает. Мы же не говорим, что все нужно, вот все 100. Ну, и бывают такие, знаете, серьезные, с чего-то каких-то серьезных вещей, да? Вы увидели какую-то серьезную ложь, вы сказали, ответственная вещь. То есть такая практика – извиняться. Простая вещь – покаяние, извинение. Я сейчас не говорю, наверняка у вас есть какие-то сложные, запутанные ситуации, которые вот сейчас вот и все разрушится, да? Давайте не будем с этого начинать, но с каких-то вещей новых, которые еще не заразили мхом, можно попробовать это сделать. И последний пункт практики с сатьям – это отказ от сплетен. Что такое сплетни? Кресуды, сплетни, что это такое? Говорить не в его присутствии. То есть, когда мы говорим о ком-то, не в его присутствии, еще какое определение? Возвершение своего эго за счет унижения другого человека. Сплетни. А еще? Передача недостоверной информации. Гениально. Вы программист, наверное, да? Я так и понял. Передача недостоверной информации. Просто гениально, точно, без лишних слов. Передача недостоверной информации. И вот смотрите, сплетни, почему они так нравятся, как вы правильно сказали, они помогают меня. То есть смотрите, как легко жить. То есть тебе не надо становиться лучше, тебе просто нужно, чтобы сказать, что другой хуже, ты автоматически лучше. Правильно, да? Смотрите, как классно вообще. Поэтому люди так любят эти сплетни, особенно о тех, кто очень возвышен, о тех, кто очень велик. Потому что, ну что, ну так же нельзя быть великим. Больно просто смотреть на них. Больно от зависти. И поэтому, когда ты узнаешь, что он и вот это, и вот это. Ах, надо же! И вот это вот сплетни, пересуды, это очень негативная вещь. Во-первых, потому что это может быть совершенно неправдой. Продолжение следует...